Христос пришел только с одной целью, только с одной целью. Сейчас, правда, пытается их умножить. И очень много разных трактовок христианства, которые были никогда не виданы и не слыханы. Но цель – это одна. Он называется Спасителем. Рад удивить, но узкая область. Но когда корабль тонет, едва ли кто-либо думает о других целях. Итак, церковь и установленная имеет только одну единственную цель – опять спасение человека. Любое богословие, любая богословская наука, все богословские науки вместе взяты, все духовные школы, все курсы и так далее, как бы мы их ни называли, они в конечном счете должны быть сведены именно к той же самой цели. Но что это такое спасение? Что это за икс? О каком спасении идёт речь? Для того, чтобы понять это, оказывается, уже сейчас, когда прошло два тысячелетия, оказывается, уже приходится говорить немало. Когда-то, может быть, это было достаточно несколько слов. Если мы обратимся к Священному Писанию, то там мы находим не только слова, но мы находим ещё нечто другое, с чем мы сейчас совершенно не встречаемся. Там мы находим поразительные деяния, которые действительно невольно обращали на себя внимание и не только привлекали людей своей внешней стороной, они заставляли их задуматься, откуда это и как это может быть. Я говорю о первом веке христианства, который стоит уникальным образом в истории христианства и который назван веком чрезвычайных дарований. Ведь можно же, наверное, понять, что христианство, народившись в атмосфере потрясающей враждебности, кстати, должен сказать, небывалой в истории человечества и в истории религии, потрясающей ненависти и преследований, сам основатель был распят, все его ученики, за исключением Иоанна Богослова, окончили жизнь трагически. Римская империя, в области которой находилась сама Палестина, Израиль тогдашний, издала законы, жесточайшие по отношению именно к христианству и только к христианству. Вообще поразительные вещи. Всем другим религиям было позволено жить и действовать. Христианство было удивительным исключением. Что же такое в нём было? Почему оно таковым оказалось перед лицом как иудейской власти, церковной, скажем, власти, так и римской, светской власти? Но это вопрос другой, об этом, может быть, отдельно поговорим, хотя в высшей степени это вопрос важный, интересный. Хочу сказать о другом, что те гонения, которые были предприняты против христианства, являются беспрецедентными. И если бы не было той чрезвычайности, о которой я сказал, век чрезвычайный, то есть не было бы совершенно потрясающе, то, что мы можем назвать на религиозном языке чудесных явлений, христианство выжить не могло бы. Каждый, кто был замечен в христианстве, подвергался смертельной казни. Смертельной, просто ужасной казни. Это был не просто расстрел, не просто отрубали голову, это предавали изощенным пыткам. Как оно могло бы сохраниться? Причём с самого первого мгновения, и это продолжалось до 313 года. До сих пор этот феномен остаётся, как мне кажется, недостаточно осмысленным. Никто ещё не занимается с психологической даже точки зрения этим вопросом. Как можно было сохраниться этой религией в таких условиях? Христиан ко львам – вот девиз. Религия иллицита – религии, недозволенные по римским законам. А какова была суровость римских законов? По-моему, даже те, кто и не занимались специально этой областью, представить себе могут. Итак, в I веке и в последующие века, правда, не в той мере, и до настоящего времени христианство говорит не только о том, чему оно учит, но оно являло и особые потрясающие действия, которые обращали на себя внимание, которые привлекали людей, и которые заинтересовывали их, и которые хотели осмыслить, что же это такое. Христианство говорит о спасении. Христианство говорит о Боге. Причём, как оказалось, христианство говорит так, как не говорила ни одна другая религия. Сейчас я хочу вам в качестве первых слов сказать такие вещи, что очень много в богословии отведено вопросом, которые, к великому сожалению, не имеют практически никакого отношения к этой главной цели. Западное богословие давным-давно ушло уже от этого. Занимаются вопросами, которые непонятно, как они возникают. То есть понятно из человеческого просто любопытства. А как узнать, что это такое там в Троице? А что делал Бог до творения мира? А что было бы, если бы человек не пал? И так далее. Спрашивает человек, а что вы от этого получите? И что можно узнать? Хотите погадать на кофейной гуще? Ох, это очень, конечно, интересно! Особенно на святках. Всё богословие должно быть центростремительным. Оно должно иметь конкретную цель. И эта цель как раз очень важна для самого первоначального осмысления человека, когда он приступает к изучению христианства. Что такое спасение? Что такое вот такие христианские, христианские понятия, как Бог Троица? Как у нас связано с этой делой? Что, кто такой Христос Спаситель? От чего Он спас? Что значит, Он спас от греха? Разве мы не грешим? Разве христиане все святы? Что значит, что он спас от смерти? Разве никто не умирает? Что такое христианская любовь? Мы все говорим и знаем это слово, говоря, что это совсем нечто другое. Что такое христианское смирение? Это что такое униженность, покорность, забитость, пассивность? Я вам скажу, что, может быть, одним из самых серьёзных вопросов, которые должны рассматриваться в тех случаях, когда мы хотим что-то узнать о христианстве, это выяснение основополагающих понятий, связанных с христианством. Потому что, хотя слова одни и те же, о содержании оказывается совершенно иным. Ещё раз обращаю внимание, почему христианство оказалось гонимым? Почему представители всех религий так дружно обрушились на него? В чём дело? Какие угодно же были религии! Римская империя была открыта для всех религиозных верований. Что здесь случилось? Христиане были какими? Извергемы? Нет. Выставали против существующей власти? Нет. Были покорными гражданами? В чём причина? Энгельс, Фридрих Энгельс, тогда классик марксизма, который, кстати, очень серьёзно занимался изучением истории христианства, написал фразу, которая не только обращает на себя внимание, о которой заставляет задуматься о многом и которая действительно требует требует самого широкого раскрытия. Он сказал следующее. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. в резкое противоречие. Множество было религий, и все они, в общем-то, были, при всем их различии, они просто были различны, но они не противостояли друг другу. Христианство вдруг оказалось совершенно иной религией, вступило в резкое противоречие. Чему же такому учило христианство? Что ж худого, когда она учила о любви к ближним, о том, что ближний – это наш каждый человек, с которым мы соприкасаемся? Что худого, когда она говорила о жертвенности, о кротости, о смирении, о воздержании? Что худого? В чём дело? Откуда такая ненависть? При ближайшем знакомстве с христианством выясняется, в чём причина. Оказывается, оно о том же кажется, о всех тех же предметах, о которых всегда говорили и другие религии, учило совершенно иначе. Я вам приведу просто один пример. Пример вопиющий. Пример, я бы сказал, страшной антирелигиозности христианства. Вот если задать вопрос. Вот если, допустим, люди не знают. Сказать, что нужно для того, чтобы достичь, ну, рая, царства Божьего, спасения? Всегда единогласно все отвечают. Что надо сделать? Исполнять заповедь этой религии. Не правда ли разве? Так, правда же. Надо быть праведным. Верно же? Ну, конечно. И праведный человек, свято живущий, так сказать, святой человек, он, конечно, и достигает этого. Вы знаете, что сделало христианство? Что оно заявило? Ужаснейшую вещь. Первый в рай вошёл негодяй. Не праведники, не первосвященник, ну, на нашем языке патриарх, не архиереи, так всем понятно, так? Не священники, не богословы, книжники тогда назывались, профессора, не богословы, нет, негодяй, вор и разбойник. Первый вошёл в рай. Как это понравится? Скажите. Это что такое? Это что за заявление? Это значит, погреши, погреши, распокаялся, и всё в порядке? Это разложение просто полное. Скажу вам так, что какой истины христианской мы не коснёмся, я говорю о христианских, специфических христианских истинах, каждая из них оказывается, оказывается, поразительно иной по сравнению со всем тем, о чём учили, говорили и проповедовали все другие религии. Это отдельная тема, тема, которую можно было бы назвать как тема «истинность христианства». Вы знаете, просто сказать «истинность христианства» можно улыбнуться. Каждая религия считает себя истиной. Очень хорошо. А есть ли какие объективные аргументы, подтверждающие истинность религии? Вы спросите представителей других религий. Спросите, почему вы считаете, что ваша религия истинна? Пусть приведут те аргументы, которые я могу принять, независимо от того, являюсь ли я верующим представителем этой церкви, этой религии или нет. Объективные аргументы, независимые. В христианстве их множество, этих аргументов. Причём независимо от того, верит человек или не верит. Христианин он или не христианин? Объективные аргументы, множество свидетельствует о чём? Я сказал слово «истинность». Переведу его несколько. Переведу. Эти аргументы свидетельствуют о том, что эти истины, эти положения христианской веры не могли возникнуть, не могли возникнуть в ту эпоху, вы можете в любую другую, в ту эпоху, в том окружении, в том, если хотите, религиозной, в той религиозной атмосфере, религиозной философской, которая и была на период происхождения христианства. Неоткуда было взять эти истины. Откуда они появились? Вот вопрос. Взять было... Не было источника. Откуда? И я вам назову, что этих истин множество. Учение о Боге. Совершенно беспрецедентное учение о Боге Троице. Совершенно беспрецедентное, скажем, учение о Боге любви. Совершенно непонятное, невыносимое учение о Боге смирении. Крест. Символы христианства. Учение о спасении – это что, Богу надо распинаться, чтобы Он спасти людей? Что за глупость? Разве Он не всемогущий? Что это за странность? Для чего тут нужно соединяться с человечеством? Бог сказал и спас, и всё в порядке. Не правда ли? Одна за другой глупости, в кавычках. Учение о Боговоплощении ничего общего не имеет с теми учениями, которые были в то время. Учение о воскресении – ну, это вообще полное, вообще безумие. Когда апостол Павел пришёл в Ариапах, его пригласили философы и мудрецы, которые услыхали, что он что-то проповедует, о чём они ещё не слышали, а афиняне ничего так не любили, как послушать что-нибудь новенькое. Ну, как и мы все, конечно. Пригласили его. Всё хорошо, пока он говорил. Всё нормально. И вдруг заговорил о воскресении. Реакция была совершенно однозначная. Иди, голубчик, послушаем тебя в другой раз. Сказки нам не рассказывай. Все основополагающие истины христианства оказываются совершенно невместимы вот в те рамки, которые были в то время. Я просто указываю на идею. На самом деле, очень важно поговорить по каждому из этих пунктов отдельно, чтобы убедиться самим, что эти истины имеют неземное происхождение. К тому же, надо добавить очень серьёзный аргумент. Кто их нам оставил? Кто их оставил? Мы читаем Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, Послание Петра. Кто это такие были? Философы? Философы, да? Рыбаки. Вы хотите услышать какие-нибудь глубокие, высокие истины? Ну, сходите к рыбакам. Послушайте. Я думаю, что-то интересное услышите наверняка о том, как два карася потащат лодку. Эти простецы, о которых прямо сказали, когда их пригласили даже на суд Иоанна и Петра. Иоанн, любимый ученик Христа. Пётр, старший из учеников. Когда их на суд привели, послушали, сказали, да, это люди не книжные, то есть, ну, не образованные. И вдруг у них такие истины? Откуда? Ну, вот сегодня мне бы хотелось поговорить несколько о других вещах. Это в качестве всё преамбула. С тем, чтобы ориентировать лучше нашу мысль. Первое. Нельзя заниматься богословием, превратив его в какую-то философию, в какое-то развлечение интеллектуальное. Любая работа должна быть центростремительной. И основная наша идея в чём должна заключаться? Мы знаем, что мы все чему подобны? Кораблю, который тонет. Тонет. Как только родился, даже ещё не родился, корабль начинает тонуть. В какой момент он перевернётся и потонет, никто из нас не знает. Хотя мы точно знаем, что потоним. У каждого свой предел. И разумный человек, конечно же, прежде всего, должен задуматься о том, а для чего я живу? Ради чего я живу? Для чего мне всё это? Для чего мне богатство? Для чего слава? Для чего мне здоровье? Каким умирать лучше? Больным или здоровым? Самодолголетие. Что оно означает? Каждый знает, обратившись вспять на прошедшую жизнь, она пролетела как миг. И даже если бы я жил опять тысячу лет, опять так же через тысячу лет обращусь и посмотрю всё как миг. Смысл человеческой жизни. В чём же он? В чём он? Для чего человек живёт? Это проблема из проблем. И вы знаете, что в истории человечества эта проблема решалась по-разному. По-разному. Христианство даёт своё понимание, которое мы можем назвать истинным пониманием. По той простой причине, если мы сумеем показать, что христианство имеет божественное происхождение. Истина – то, что от Бога. И если христианство божественно, следовательно, и то, что оно даёт в данном вопросе, является истиной. Истина – это что такое вообще-то? Истина. Помните, когда Пилат спросил Христа, на что есть истина? Он не ответил ему. Не ответил. Это бессмысленно было отвечать. Сами понимаете. В философии думают, что истина – это какая-то абстракция, какая-то идея, какая-то правильная даже мысль. Оказывается, истина – не что, а кто? Истина – то, что есть всегда. Не то, что меняется. Не то, что сейчас одно, а завтра другое. Истина – то, что есть. Кстати, слово «истина» от слова «есть». И вот это первое, с чем соприкасаемся мы, когда пытаемся говорить о Боге. Вообще-то, скажу так, о Боге говорить очень трудно. Мы, конечно, очень рискованное предприятие делаем, говоря, говорить о Боге. Но нельзя и не говорить. Потому что мы же веруем в Бога. Истина спросит, а в кого вы веруете? Помню один диалог, был еще в советское время, когда-то, когда один мне доказывал, что Бога нет и быть его не может. Я просто спросил его, а вы объясните мне, пожалуйста, вы о ком говорите? И когда он мне рассказал о своем представлении о Боге, я сказал, ну, знаете, дайте руку, я с вами вполне согласен. Этого Бога нет. Потому что, видите, мы с ним подружились. Оба оказались атеистами. Кто же такой Бог? Мне вспоминаются строки из Максимилиана Волошина, который как-то пишет, как-то сказал, когда я говорю о Боге, мои слова подобны львам ослепшим, что ищут источника в пустыне. Пожалуй, это верно. С одной стороны, действительно, все слова о Боге, они являются, могут являться и являются только образами, только некоторыми намеками, некоторыми ориентирами. Потому что, что мы можем сказать о том, что по самому определению принципиально отлично от нас? Христианское учение радикальным образом отличается как от концепции пантеистических, которые сливают понятие Бога с космосом. Деус сиве натура – это одна из аксиом философии Спинозы. Правда, он был отлучен потом от синагоги, и, в частности, и за эти вещи. Но Бог или природа, он сказал, Бог или природа, то есть Бог есть природа, это вот одно из понятий, когда под Богом, разумеет, не что иное, как вот эту всю, так сказать, тварность, всю эту космичность, все то, что есть, как таковое. Христианство отвергает это понимание. Я говорю, что нет, Бог отличен принципиально от всего того, что есть, что, в смысле, доступно нам. Бог не есть материальность, Бог не есть вещество, Бог не есть даже вот эта духовность, о которой говорим мы. Бог – нечто другое. В то же время, христианство отвергает и другую крайность, кстати, ту, в эпоху расцвета, которой о христианстве возникло. Речь идет о полиэтеизме, о много Божьей, когда под Богом разумели ничто иное, как некое антропоморфическое существо, которое обладает только гораздо большими силами, возможностями, чем человек. Вот это множество Богов, это много начали, о котором Афанасий Великий сказал, что оно есть без начали. Вот это наделение Богов всеми человеческими свойствами, в том числе и самыми отвратительными, и лукавством, и ложью, и преступлением, и развратом, и так далее. Христианство отвергло и эту идею. Она говорит – нет, нет, Бог – не это, совсем не это. Что же говорит христианство о Боге? Я сказал вам, назвал два таких очень серьёзных момента, которые решительным образом выделяет, в данном случае, христианскую религию из области, из сферы всех других религий. Во-первых, оно утверждает, что Бог не является моноипостасной, моноипостасным, моноипостасной, то есть с одной ипостасью. Ну, так перевести на русский язык можно несколько грубо, но сказать – одноличностным. Ну, так, как мы вот сами себя осознаём. Как каждый человек осознаёт. Не является моноипостасным. Христианство этим решительно скорректировало ветхозаветное учение, ветхозаветное откровение. Это то, что было до Христа. Вот это все книги Ветхого Завета. Там мы видим Бога моноипостасным. Впоследствии эту моноипостасность усвоило себе мусульманство. Утверждается, что Бог не только обладает единой сущностью, но единой личностью. Он один, и всё. Христианство заявило – нет. Причём странно это было заявлено. Если вы возьмёте Евангелие и послание, то там по существу мало что раскрывается. Говорится только о таких понятиях, как отец, сын и дух святой. Причём говорится о сыне как рождающемся, как рождённом, о духе как исходящем от отца. То есть, с одной стороны, можно было понять – три Бога. А с другой стороны, оказывается, между ними генетическая какая-то связь. Причём связь, которую описать не так просто. Но, по крайней мере, одно очевидно. Некто, отец, рождающий сына – логос. По-гречески логос – значит слово. Слово или ум, или мысль. Много значения. Само слово логос имеет порядка сотни значений в греческом языке. Но в данном случае, кстати, в нашем Евангелии переведено как слово с большой буквы. И говорится о третьей ипостасе – как духе святого. Опять-таки, ипостаси, если хотите, ну, лицо, как мы часто переводим, как личности, которые связаны, опять-таки, с отцом. В символе веры, который был составлен уже в четвёртом столетии, сформулирован. Там ничего большего не было сделано. Только сформулировали то, что всегда было. Говорится о духе святом, как исходящем от отца. И так утверждается. Утверждается следующее. То есть простая мысль, которую мы там находим. Что, оказывается, Бог, с одной стороны, кажется, один, но с другой стороны, он имеет три выражения или три ипостаси, или три лица. Три, если хотите, даже обнаружения. Вот, кстати, эта мысль, она послужила потом основой для возникновения многих неверных представлений. Должен вам сказать, что в первые столетия христианства и до настоящего времени всё время пытаются исправить это христианское учение. Всё время пытаются. Оно никак не входит в рамки того, что нам кажется правильным. Как его исправляли? В кавычках исправляли. Христианское решительно отвергало. Церковь отвергала эти учения. Как же они исправляли? Ну, говорили так, что Бог один, он один, но проявляет себя то, как Сын, мир и Леонид, то, как Дух Святой, например. То есть проявляет себя в различных образах или в различных модусах, или в различных лицах. Потому что, представьте себе, что Бог один, но в трёх лицах, совершенно непонятно, что это такое. В символе веры было сформулировано так учение, что и у святых отцов, что христианское учение Богу, что Он имеет одну сущность, все эти три лица имеют одну сущность, но три ипостаси. Едино сущен, но три ипостаси. Если хотите, ну, один, как часто говорят, хотя это не совсем верно, равно трём. И три равно одному. Едино сущен, но три ипостаси. Это учение действительно странное, как вы видите, с точки зрения религиозных представлений и того времени, и последующих времён. И труднопонимаемое. И неудивительно, что это труднопонимаемое. Мы потому что касаемся сферы, той сферы, которая недоступна нашему непосредственному опыту. И мы здесь должны коснуться хотя бы немного гносиологической стороны этого вопроса. Дело в том, что откуда все наши слова и понятия? Откуда они? Ну, в конечном счёте, из опыта. Я помню, еду в поезде, как женщина там с девочкой маленькой в купе, ну, смотрим, пробегают там за окном картины всякие, и вдруг там пасётся стадо овец. Эта маленькая девочка спрашивает маму, мама, мама, что это такое? Мама говорит ей, овцы. Она, овцы? Теперь она знает слово овцы и знает, что такое стоит за этим словом. Вы видите, откуда наши понятия? Откуда? Из опыта. Причём опыта какого? Коллективного. Мы все это видим, все называем одним словом, и мы понимаем друг друга. Нам понятны эти вещи. Мы знаем, что такое стул, что такое стол, что такое микрофон, что такое магнитофон и так далее. Мы знаем. Когда не знаем, мы спрашиваем, а что это такое? Компьютер, что это такое? Объясняет. Это адская машина. А, ну, всё ясно. Может быть, другое это объяснение. Это вопрос другой уже. Не важно. Вот откуда наши слова, наши понятия, они из этого опыта. Ну, а представьте себе, когда человек имеет тот опыт, который мы не можем иметь. В каком мы тогда положении окажемся? Я помню, в какие-то далёкие времена, как-то студентам, приехав откуда-то, говорю, «Вы знаете, что такое киви?» Они говорят, «Нет, не знаем, что такое киви». Я говорю, «Ну, хотите, я вам расскажу?» «Ой, расскажите!» Ну, это вот такое, знаете, сверху там бурое, внутри разъезжие зелёненькое, там чёрные точечки, вкус такой и класс, сладкий и кислый, всё такое. Поняли меня? Они все смеются. «Да ничего, говорят, не поняли!» Я говорю, «Ах, беда-то какая!» А действительно, как передать? Невозможно. Не случайно, один из крупных, крупнейших, может быть, учёных 20 века, и, я бы сказал, философа в науке Гейзенберг произнёс такие замечательные слова, «Поскольку значение всех понятий и слов, которые мы употребляем, не могут быть точно определены, мы никогда не можем прийти к познанию абсолютной истины». Вы знаете, даже те слова и понятия, которые мы применяем, они очень неоднозначны. Даже, тем более, совсем непонятно для нас, когда мы кому-то незнающим говорим «киви». Он вообще ничего не понимает. Так вот, говоря о Боге, вы же понимаете, с чем сталкиваемся? Содержательное раскрытие этого понятия быть в принципе не может. но есть некоторые характеристики, которые, тем не менее, для человека в высшей степени важны. Бог есть дух, говорит христианство. Бог есть дух. Чем отличается дух от недуха? Кстати, может быть, те, которые читали религиозную философскую литературу и богословскую литературу, может быть, слышали о дискуссии, которая имела место в XIX веке между святителем Игнатием Принчаниновым и Феофаном Говоровым. Игнатий Принчанинов тогда сказал, что душа и ангел телесны, вещественны. Правда, не этой грубой вещественностью, которую мы можем взять, потрогать или понюхать. Нет. Тонковещественны, ибо не вещественен только Бог. Бископ Феофан напротив настаивал на том, что душа и ангел духовны. Они есть именно духи. Они совершенно нематериальны. В чем тут дело? Ну, надо было бы, конечно, договориться бы о понятиях, а не спорить. Но у Игнатия Принчанинова то огромное преимущество в данной дискуссии, что он точно описал. Что он сказал? Бог есть дух. И это проявляется в том, что он не ограничен никаким пространством, никаким временем. Если же мы коснёмся с вами души, то каждый знает, я знаю, что сейчас душа у меня. Если бы душа вышла, то меня уже хоронили бы, наверное. Душа ограничена в этом плане пространством, ограниченным временем. Она ограничена какими-то координатами. Она ограничена. То же самое в отношении любых духов. Они в этом смысле ограничены. И если это так, если мы духом называем Бога, который не ограничен ни временем, ни пространством, то в таком случае мы должны находить другие слова для того, чтобы сказать о том, чем является душа, ангел и так далее. В принципе же совершенно ясно. Если Бог есть дух, всё прочее вещественно. Кстати, Афанасий Великий говорил, что дух святой отличен от единства тварного бытия. Единство. То есть, что подражается под единство? То есть, какая-то единосущность всего вот этого, всей тварности, всех творений, касаясь души, ангела, материи и так далее. Так что, одна из характеристик Бога какая? Он есть дух. То есть, то, что не имеет пределов никаких. Что он вне пространства, вне времени. Не только не ограничен, он вне этих категорий. Сами эти категории являются категориями нашего существования, нашего бытия. Причём, до сих пор так и не ясно, что это объективная реальность или это есть категория нашего сознания, свойства нашего ума. Ну, кто читал религиозные, интересовался философией, те, конечно, помнят, что Кант, например, Эммануил Кант, он же утверждал, что эти категории являются ничем иными, как порождениями нашего рассудка. Это категории нашего рассудка, а не объективного мира. Рассудок налагает эти категории на какую-то реальность, которую он называл вещью в себе. Бог вне этих категорий. Итак, христианство утверждает, что Бог по своей природе отличен принципиально от природы всего существующего. Бог есть дух. Всё прочее есть тварность и в этом смысле определённая материальность. Касаясь лиц Святой Троицы, что мы должны сказать здесь в этом плане? Указаны только характеристики по одной характеристике и всё. Сын Логос рождается, Дух Святой исходит и всё. Кто-нибудь может сказать, в чём разница? Я, например, не могу. И, наверное, никто не скажет. Однако в этой характеристике скрыто очень ценное и очень важное положение. И тем самым показано, показано, что это различные ипостаси. Различные. Этот рождается, этот исходит. Это не одно и то же. Это не взаимозаменимые какие-то реальности. Они различны. Это в высшей степени важно. И хотя мы совершенно не знаем и не понимаем, в чём это различие, как его понять, это уже вторичный вопрос. Это в конце концов не важно. Важно другое. Оказывается, Бог три ипостасен. В чём, я бы сказал, наиболее существенное значение этого учения? В послании Иоанна Богослова особенно, но и сам контекст всего Новозаветного Писания говорит о важнейшем, я бы сказал, важнейшем положении, положении, на котором, если хотите, стоит весь мир и всё бытие, и весь смысл существования всего. Сказаны краткие, но сильнейшие слова. Это вот за что бы надавать Нобелевские премии. Сказано Бог есть любовь. О чём это говорится? Ведь когда мы говорим Бог, то по существу мы говорим о ком, об источнике всего существующего. В этом смысле мы говорим о ком, о природе всего существующего. Один из великих святых православной церкви так и сказал, Бог есть и называется природой всего сущего, существующего. И всё существует лишь постольку, поскольку причастна Богу. Бог есть природа всего существующего. Но какая природа? Это самое основание, самый камень, на котором всё стоит. То есть, если образно сказать, Бог является первичным законом бытия мира и прежде всего человека. Первичным законом. А что это значит? И какие следствия из этого происсякают? Потрясающее следствие. Мы знаем, что такое законы природы. Мы знаем, что такое законы природы. Знаем. Их нарушать можно? Ну, попробуй, прыгни с крыши с собора святого Петра. Прыгни. Узнаешь, что такое нарушение закона тяготения. Узнаешь. Попей кислоту вместо воды. Узнаешь. Сядь на горячую сковороду вместо мягкого стула. Узнаешь. Мы знаем, что такое законы. Их нарушать избави Бог. Откуда эти кризисы? Экологические эти катастрофы? Откуда они? Из нарушения оказывается. Из нарушения этих законов мы нарушаем законы существования природы, мира, человеческого существования. Бог есть самый первый, самый фундаментальный закон бытия нашего мира и человеческого. Какой же этот закон? Какой это закон? Любовь. Вы подумайте только, что сказано. И все мы ищем, где на основу бытия нашего? Где на истинность существования нашего? Где? В чем заключается? А оказывается, вот он самый фундаментальный закон бытия. Нарушение этого закона приводит к катастрофам, к трагедиям, к травмам, болезням, к чему угодно. Нельзя нарушать этот закон. Я надеюсь, вы понимаете, что когда я Бога называю законом, то не подумайте, что я обезличиваю Бога. Вы же понимаете о том образе, который я даю. Он есть природа всего сущего, но он же не исчерпывается естественно этим. Так? Вот, оказывается, самый фундаментальный закон нашего бытия. Поэтому тот, кто не хочет, тот, кто не желает страданий, скорбей, смерти, всего того, что нас пугает, мучает, умиршляет, тот должен следовать этому закону. Нельзя нарушать законы. Как мы прекрасно это знаем. Я говорю о законах естественных. Юридических уж я оставлю сейчас. Позвольте это оставить. Их творят люди, а всяк человек ложь. Поэтому и законы могут быть разные. Я говорю о законах природы, о законах мира. Самый фундаментальный закон. Кто знал этот закон, скажите? Какие были представления о Богах? Даже возьмите ветхозаветные представления о Боге. Какой он? Помните? Он может гневаться, может наказывать, может раскаиваться, может мстить. Его можно умилостивлять жертвами. Приносили барашка, теленка. Господи, только помилуй. Вот тебе барашка. Ну, конечно, Бог уже нужен барашка, естественно. Какие представления, понимаете ли? Оказывается, Бог может меняться. Он может то разгневаться, то может смелосердиться. Христианство что говорит? Бог есть абсолютная любовь. Бог неизменяем, ибо Он Бог. Одно из важнейших положений христианского учения, обращаю ваше внимание, Бог неизменяем. Не Бог меняется к нам, когда даже мы грешим. Не Бог меняется к нам. Не потому мы страдаем, что Бог меняется. Ах, ты, разбойник, сел на горячую сковороду, вот я тебя накажу. Да нет же! Нельзя садиться на горячую сковороду. Он есть природа всего, так сказать. Он есть тот, на котором строится всё и стоит. Это действительно истинно, я вам скажу, потрясающе. Ой, если бы только человечество поняло и приняло это, что самым основным законом, из которого происсякают все прочие законы нашей жизни. Вы слышите? Все есть любовь. Поэтому заповедь христианская есть одна. Одна только заповедь. И грех по существу есть только один. Заповедь – любовь. Грех – нарушение любви. Все прочие, вы слышите? Все прочие заповеди, все прочие так называемые добродетели, о которых мы говорим, они являются превходящими. Лучше сказать, они являются теми, благодаря которым только человек может приобрести любовь. Оказывается, нельзя приобрести любовь, если я не буду снисходить к другим людям, если я не буду великодушен по отношению к их ошибкам, если я не проявлю сдержанности в своих отношениях и так далее. Нельзя. Грех только один – нарушение любви. Нельзя воровать, лгать, лукавить, лицемерить и так далее. Понятно, почему? Нарушение любви. Вот он фундаментальный закон, вот он стержень, вот основание, на котором держится весь мир. Держится, пока есть еще проявление любви, есть стремление к этому. Не будет этого, не будет и мира. Не будет. Правда же интересно, какое христианское удивительное учение. Мы теперь понимаем, почему Бог есть любовь. Он же трипостасиен. И та единосущность, о которой мы говорим, это и есть любовь. Посмотрите, как мы говорим, семья, как она единодушна. Вы подумайте, полная единодушия. Вот она, где уже образ, если хотите, уже образ, уже некий зримый пример того, что мы называем единосущим. Эта единосущая есть любовь, и любовью устрояется. Только любовь объединяет. Сама любовь есть как качество, единящее. Отсутствие любви разделяет людей. Вот кажется, догматическая истина, не правда ли? Такая абстрактная вещь. Бог один по существу, троечен в лице. Да кто что-то разберется, это что? И кому это нужно? А оказывается, о, Боже мой, это является основой, толчком, если хотите, стимулом, основанием нашей реальной жизни. Кто хочет жизни благой, тот должен всё предпринять для того, чтобы не нарушить принципы любви в своей жизни. Какая это любовь? Ох, какой вопрос важный! О любви все говорят на свете. Все! И религии, и философы, и атеисты, и кто угодно. В чём сущность христианской любви? Я вам скажу, говорить о состоянии этой любви, это невозможно. Мы же не можем сказать, вот, кто узнает, как я радуюсь, как я, вот скажу, я рад, ну и что, кому это я? Никто же не может сказать, правда же? Сказать, он любит, ну и как он любит? Мы, так сказать, по себе представляем. Поэтому и о христианской любви мы можем говорить только о некоторых, по некоторым признакам и о некоторых вещах. Одно из таких внешних объективных свидетельств христианской любви является жертвенность. Жертвенность. То есть, когда я жертвую чем-то своим, чем-то собой, действительно жертвую, вы слышите? Особенно, если я жертвую своим самолюбием. Конечно, можно жертвовать своим имуществом, это понятно, можно, это тоже жертва, но особенно своим эгоизмом. когда я проявляю великодушие к другому человеку, когда я могу его простить, когда я могу первой подойти и попросить прощения, когда я могу установить мир. Вот эта вот жертвенность является первой объективной, если хотите, такой характеристикой, которая говорит о христианской любви. Я отвлекусь на один момент я скажу, когда употребляют терминологию христианская любовь, то что разумею? Разумею не то, что христианство учит об этом, поэтому христианское, да и нет, совсем не по этой причине. Ведь закон тяготения, помните, как был, так сказать, открыт. Помните. Можно бы сказать, да, закон Ньютона. И говорим мы даже так, но это же не Ньютон, это же закон-то. Это закон объективно существующий. Так и здесь, когда мы говорим о христианских истинах, я обращаю серьёзное внимание на это, то это не те истины, которые просто проповедуют христианство, христианство, и христианству принадлежат. На самом же деле их и нет. Нет. Христианство проповедует объективно существующие истины. Но, к сожалению, только христианство об этом говорит. Это к сожалению. Представьте себе, что если бы все религии говорили о том, что Бог есть любовь, о том, что это жертвенная любовь, о том, что все мы должны поэтому следовать этому принципу жизни, и тогда, и только тогда человечество действительно придёт к тому искомому благу или счастью, которое оно так усиленно ищет всю свою историю. о есть ли бы, все, если бы это случилось. К сожалению, как вы знаете, этого нет. Так вот, вот это христианское учение о любви, это одно из величайших, если хотите, выразимся светским языком, открытий человечества. это величайшее открытие для человечества, что христианство есть любовь. Отсюда пресекают и другие практические выводы, и в частности, очень такой серьёзный и важный вопрос, вопрос о наказаниях, о наказаниях Божьих, о мести Божьем, то есть, месть, в смысле, от слова о мести Божьем и так далее, об этих вещах. Вопрос теперь, я надеюсь, совершенно понятен. Бог есть абсолютную любовь и не может быть нелюбовью, и не может Бог сделаться поменьше любовью и наказать кого-то. Или мы его можем милостить, он может сделать побольше любовью. Он всегда есть любовь. Так называемые же наказания, о которых мы читаем и слышим, являются ничем иным как следствиями нарушения нами этого закона любви. И чем больше мы нарушаем, тем более серьёзные следствия из этого проистекают. Алкоголика не Бог наказывает циррозом печени. Правда же, все мы знаем. Обжор не Бог наказывает всеми болезнями. Наркомана не Бог же наказывает. Всем же это понятно. Правда интересно? Вот эти вещи всем понятно. И никому в голову не придёт сказать, о, Бог его наказал этим. Это совершенно элементарная вещь. Всем же понятно. В конце концов, организм не выдерживает. Не выдерживает бедная природа. Начинаются болезни и страдания. Это мы понимаем. Как только касается чуть-чуть дальше кожи, это, так сказать, кожа, поверхность, как только касается чуть поглубже, перестаём понимать. Перестаём понимать то, что лицемерие, лукавство, ложь, обман, эти вещи являются такими же нарушениями тех же законов того же Творца, того же Бога. Нарушением является и наказывается человек, чем? Вот этими нарушениями самими. природа мстит тем, кто не следует ей. Вот это важно понять, потому что совершенно тогда другое у человека возникает, я бы сказал, внутреннее отношение к Богу. Что обычно происходит? Человек что-то сделал пакостное и всё, он уже к Богу относится как? Ну, что, ясно, я же оскорбил Бога, значит, теперь Бог мне будет мстить. Невозможно Бога оскорбить. Невозможно. Бог выше этих вещей. Мы не Бога оскорбляем, а себя раним. Христианство говорит о грехе. Видите, в каком плане? Не в плане юридическом, чем заражено западное богословие. Не в плане юридическом, а в плане естественном. Грех есть нарушение законов нашего существования. и как таковой он приносит свои соответствующие горькие плоды. Нельзя нарушать это. Иначе ответный удар закона. Бога данные законы. Оказывается, как законы физические, так и законы душевные, так и законы духовные, они столь же объективны. Это же нужно вот это, вот видите, мы к чему подходим. Это же нужно осознать, что оказывается законы духовные столь же объективны, как и физические. И когда я осуждаю другого человека, я осуждаю, я себе занозу втыкаю в свою душу. Как это важно понять? грех есть нарушение Бога данных законов, нарушение фундаментального закона любви и соответствующие следствия налицо. Какие они? Как мы не знаем, что, как природа отреагирует на наше нарушение, мы же не знали. И до сих пор ещё до конца всё не знаем. Так уже теперь постепенно начинаем познавать. Это сложнейший организм. Так и здесь, когда мы внутри себя согрешаем, внутри, даже никто, когда не знает, а только своими мыслями и чувствами, когда мы терзаем бедную свою душу, мы получим соответствующие результаты. И они могут быть как внутренними, так и внешними скорбями. Видите, какие следствия проистекают из учения о Боге, как том, который является природой всего сущего, который есть любовь. И эта любовь, оказывается, является тем, через что мы можем понять, как это Бог единосущен. Как кто Он? Как это понять? Вот оно единосущее, где совершается. Любовь есть это единосущее. И к этому призван и каждый человек, и все человеческое общество в целом же. В этом смысле человек выделяется христианством из всего тварного мира. Даже сами духи, ангелы, называются только служебными духами. И служебными не только по отношению к Богу, служебными даже и по отношению к человеку. Но это вопрос отдельный. Для нас очень важно здесь понять соотношение или лучше сказать отношение между человеком и Богом. Оказывается, что человек как образ Божий может прийти в самое реальное, в самое непосредственное, в самое тесное общение с Богом. Такова природа человека. Именно его вот эта богообразность делает его таковым. В чем заключается эта богообразность? Как ее понять? Ну, вы знаете, есть очень много разных аналогий. Мне далеко не все они нравятся, а вот одна из них, по-моему, самая правильная, самая хорошая. Если человек есть образ Божий, а Бог есть Троица, какая? Отец рождает Сына. Из Отца исходит Дух Святой. И они единосущны. То и в человеке, видимо, что-то подобное должно быть. И действительно, мы находим именно такое учение. У многих святых отцов мы находим учение именно об этом. И в человеке царственным, начальным является ум. Ум. Он рождает мысль. Логос. Мысль. Это рождение мысли. Это свойство ума. Так же, как свойство Отца Бога рождать Сына, так и рождать мысль. Логос. Свойство нашего ума. И свойство нашего ума опять-таки таково, что всё это из сам ум, само слово, сама наша мысль и всё имеет определённый дух. Из нашего ума исходит этот дух. Вот а, если хотите, нравственная окрашенность, нравственная характеристика, ибо одна и та же мысль, вы же понимаете, может быть представлена совсем в разных планах, совсем с различной духовной окраской. Одно и то же. Одну и ту же мысль можно выразить очень корректно, очень, я бы сказал, целомудренно. И ту же самую мысль можно высказать так, что люди будут просто стесняться или с отвращением отвернуться. Одну и ту же мысль – духовная окраска. Для чего она важна? Вот, если хотите, в чём или через что взаимопостигаемо, можно понимать и Бога Троица, и человека, как этот образ Божий. Наш ум овладает именно свойством таким. всегда рождать логос, мысль, слово. Всегда изводить, если хотите, дух, дух человеческий, который окрашивает всю нашу деятельность и всё наше, так сказать, поведение как таковое. между человеком и Богом. Поэтому возможное отношение, необходимое отношение именно в правильных отношениях между человеком и Богом и только и может содержаться, если хотите, весь смысл человеческой жизни. Об этом говорит слово религия. Об этом именно говорит религия. Кстати, само слово религия, знаете, что означает? Религио это латинское слово. Оно имеет много значений. В частности, и означает русское слово религия. Но в отношении понимания этого слова есть несколько трактовок. Если обратиться к дохристианской трактовке, то, может быть, наилучшую из них дал знаменитый Цицерон. Он говорил, что религия происходит от слова релегере. Относиться к чему-то с благоговением, с почитанием. Кстати, неплохо, правда? Это действительно. А вот лактанцы, например, христианский писатель 3-4 века лактанцы, он производит от слова религары, что означает связывать, соединять. Это, пожалуй, ещё лучше. Религия как раз тот инструмент, я выражусь по крайней мере так, по крайней мере один из аспектов назову. Религия тот инструмент, с помощью которого человек может соединяться с Богом, соединяться с источником своего бытия. религия это связь человека с Богом. Осуществляться она может только на уровне непосредственно духовного общения. Принцип подобное познаётся подобным. Принцип, который ещё давно-давно был известен. Здесь же он, может быть, как никогда особенно применим. В религии происходит соединение человека с Богом. Религия значит связь, значит необходимость живого общения с Богом. Как это происходит? Конечно, прежде всего, прежде всего это происходит через молитву. Это через молитву. Вот чтобы включить вот эти вот варварские вот эти Юпитеры, наверняка их там подключили куда-нибудь там. Правда же? Правда же? Стоит там выдернуть, и они перестанут светить. Оказывается, соединяемся мы с Богом молитвой, включаемся, так сказать, подключаемся к Богу. Молитва это как раз является вот тем духовным актом человека, благодаря которому человек вступает в связь с Богом. Поэтому в высшей степени важно знать, как молиться, как это подключиться. Мы же все прекрасно знаем, когда сложная техника, мы спрашиваем, а как? А то ведь можно и сжечь. Правда же? Смотрите, говорит, смотрите, не попутайте там полюса, где плюс, где минус, иначе все, капут. Или не то напряжение включите, так и в молитве то же самое. Да, молитвою осуществляется связь. Какова она, эта молитва? Все думают, что это очень просто. То есть думают, ну, просто в каком смысле? Думают, неважно как. Нет, очень серьезная вещь. Молитва это очень серьезный, если хотите, акт проявления человеческой души. Что хочет человек первое и главное? Что он хочет? О чем он молится? Почему он молится? Молиться можно, знаете ли, искать высоких ощущений, переживаний, экстаза. то есть искать, попросту говоря, наслаждений. Бедный человек, если он ради этого молится. Он ничем не отличается от обжора, от пьяницы, который тоже ищет ощущений. Беда, если человек молится из-за этого. Даже как молиться, и то важно. если человек начинает себе представлять Бога, или там святых, или ангелов, то, оказывается, он не молится, то есть, вернее, молится он-то не Богу, а фильмики прокручивает у себя в голове, и молится своим идолам. Потому что Бог совсем не такой, и ангелы совсем иные, и святые совсем не такие. Поэтому категорически запрещено представлять себе какие-либо образы, когда человек молится. Категорически. Те, которые не знают этого, очень часто бедные попадают в тяжелейшее состояние. Многие кончают даже сумасшествием. Потому что это постоянное представление о себе, там, Христа, там, Богоматери. Так, и так далее. Приводит просто к повреждению психики. Кстати, должен вам сказать сразу, что книга известнейшего католического святого Игнатия Лойолы духовные упражнения, которые сейчас вот у нас тут же, как началась эта перестройка, тут же на русском языке переиздали. Всё, питайтесь. Вся наполнена чем? Представь себе, вообрази себе. И чего только не вообрази, там, и Святую Троицу, и Христа, и кого только. Всё то, что решительно и категорически запрещено, запрещено всем христианским опытом, ну, я бы сказал, первого тысячелетия, то есть, когда ещё Рим, Рим ещё находился в союзе, в единстве с Востоком, и была единая православная церковь. Категорически запрещено. Опыт показывает, что те, все те, кто становятся на этот путь воображения и представления, легко могут сойти просто с ума. Вот видите, интересно, и кажется, молиться так просто, на самом деле, совсем не просто. А многие ещё предлагают различные приёмы молитв. Я даже не хочу здесь их и упоминать, чтобы даже не смущать. Никаких приёмов. Молитва должна быть просто молитвой. Молитва должна быть о чём? Прежде всего, Господи, прости меня, что я слицемерен. То есть, о своих грехах. Оказывается, молитва является удивительнейшим инструментом. В молитве мы открываем свою душу. Ведь мы же молитвой не Бога же делаем более милостивым. Понимаете? Мы же договорили, что Бог есть абсолютная любовь. И Он не может стать более милостивым от того, что мы молимся. Что же происходит в молитве? Молитвою, искренностью молитвы мы открываем свою душу. Чему? Кому? Богу. Как представьте себе, что-то, например, лицо поражено какой-то болезнью, которую может излечить только солнечные лучи. От меня зависит подставить свой нос под солнечные лучи. И солнце излечит это. Я подставляю, но солнце лечит. И здесь то же самое. Вот в чём инструмент молитвы. Почему так важно именно покаяние? Потому что здесь именно человек искренне показывает, что он хочет. Он хочет святыни. Хочет быть чистым. Хочет быть честным. Я хочу... Вот, Господи, кем я хочу быть? А не лукавым, не лицемером, не лгуном и не обманщиком и так далее. Молитва открывает меня действию всемогущего, любеобильного Бога. Молитва поэтому очищает человека. Молитва покаяния. Изменяет его, исправляет его, исцеляет его. Так вот, религия – это есть связь человека с Богом. И как раз в религии это и происходит, происходит в религии через это молитвенное действие происходит соприкосновение человека с Богом. Это соприкосновение даёт очень много человеку. Тот, кто хотя бы раз помолился своей жизни от всей души, тот знает. Христианство утверждает, знаете, какую вещь? что Бог не где-то там в созвездии Альфа-Центавры, не ветхий день, который там на подушечках теперь почил в день седьмый, а Бог всюду, Он везде сущ, Он здесь. Христианство более того говорит. В апокалипсисе есть замечательные слова. Вот я стою у дверей и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду, и с тем мы устраиваем пир. Бог голосом совести, голосом заповедей Божьих, голосом Священного Писания стучится в сердце каждого человека, и от нас зависит, откроем ли мы двери своего сердца. Как важна поэтому молитва, как важно тут покаяние, которым я отрекаюсь от того дурного и злого, что я делаю. Это в высшей степени важно. Только на этом пути человек действительно может пережить Бога, ощутить Бога. Вообще, должен сказать, что религия в человеке начинается только тогда, когда человек хоть немножко начинает с одной стороны переживать, что он совсем не тот, кем он должен быть. Совсем не тот. С другой стороны, начинает обращаться к Богу. И это обращение к Богу Господь, выражившись не очень удачным словом, даже неверным словом, ну, скажу всё-таки, и Господь награждает этого человека. Тот, кто искренне обращался к Богу с молитвой, он знает, что такое действие Божие на человека. Вот сейчас за благослужениями вы можете услышать слова замечательные. «Вкусите и видите, якоб лах Господь!» Я говорю по-славянски. «Вкусите и видите, якоб лах Господь!» Все те, кто обращались к Богу, действительно вкушали, действительно видели, действительно переживали. Серафим Саровский говорил так, что тот, кто ощутил это, готов тысячу лет быть в яме, наполненной гадами, ежеминутно его грызущими, лишь бы не потерять этого состояния. Бог близ, Бог есть реальность. Поэтому как важно установить с Ним контакт, установить вот эту связь. Религия начинается с реального переживания Бога. Пока нет этого реального переживания, оставим и не будем говорить, что я религиозный. Да, я признаю, что есть Бог. Да, признаю. Да, может, он и такой, как трипостасный. Возможно. Я не религиозный человек. Я пока просто, ну кто? Ну, философ, ну, мыслитель. Ну, просто человек, который, ну, признаю, да и всё. Пожалуй, он есть. Пожалуй. Я не против. Даже вот так скажу. Религии никакой тут нет. Нет. Религия начинается только с понуждения человека жить по тем нормам, которые исходят от Бога. Только тогда, ибо только понуждая себя к жизни по этим нормам, я убеждаюсь в двух вещах высшей степени важных. Я повторяюсь. Каких? Первое, что я, оказывается, совсем не тот, кем бы я хотел быть. Я начинаю видеть, что я совсем не тот. И более того, чем ближе, тем более усиленно я, чем больше усилий я прилагаю к этому, тем больше я убеждаюсь. Я совсем не такой же. Потому что человеку начинает открываться всё больше святыня Божия. Вот это второе. На этой почве обращение к Богу, то есть, что значит к Богу? К чему я обращаюсь? Я обращаюсь к источнику чистоты, истины и блага. Когда я нарушил принципы смирения, великодушия, кротости, целомудрия и так далее. Что этим самым? Я же понимаю, что я нарушил. Я совсем не тот, кем я должен быть. Я обращаюсь и хочу быть тем. Вот это обращение, с одной стороны, показывает мне, что я совсем не тот. С другой стороны, оно даёт мне пережить Бога и узнать, кто Он есть. Он, оказывается, есть величайшая любовь. Он. И Он готов исцелить, оказывается, человека. Готов снять с Него это бремя и груз. Скажу вам так, что многие из тех, кто приходили в церковь и искренне просто каялись в своей жизни, вот за всю свою жизнь, что называется, всё изложили. Многие, ещё раз повторяю из них, говорили, я с себя сбросил гору, груз сбросил. Освободилась душа наконец-то. Они готовы просто от радости всех и каждого целовать, человека. Вот, оказывается, какая милость Божия, какая Бог близ нас есть. И в этом смысле, если хотите, спасение находится в наших руках. Подвинемся мне Бога, используем ли мы религию, религию как эту связь, или нет. Я думаю, что каждый человек, кто глубоко, посерьёзнее, просто задумается над смыслом жизни, и кто немножко вникнет в христианское учение о Боге и человеке, то обязательно, обязательно он начнёт религиозную жизнь, не философско-спекулятивную, не богословско-схолостическую, так, а религиозную жизнь внутри себя, в своей душе, невидимо для других. Никто не будет знать, что он в душе, с каким покаянием, как он кается за каждый свой грех. И через этот путь он действительно ощутит, вкусят и увидит, как благ Господь. Я хочу узнать, ваше мнение. Вы говорили о том, что Бог не наказывает, Бог не может наказывать. А Бетский завет, книга этого завета, книга Иоффа. Иофф стравит, страдает, Иоффа не может понять, на что, и, в конце концов, он перебивает все решения. И потом, это мое понимание, прощение, какое-то неосторожное, смысл возникает в том, что Бог хотел показать в какой-то другой силе верность своего сына. И для этого он был ответственным испытаниям. Абсолютно беззаслуженным. И если разбирать человеческие точки зрения, он им потом в награду дает опять жену, детей, какая-то стада. Но, скажем, как человек, я переживаю трагидию Иоффа по-человечески. То есть, лишив одной жены с детьми и со, как бы, с имуществом, я, скажем так, я люблю человека, да, женщину, друзья забираю, забираю мои дети, люди, и потом я, как бы, даю других, мол, эй, я их тоже любил. И все это, как бы, родители мне, получается, да? Вот. Конечно, никаких экспериментов здесь нет. И понять природу человеческих страданий и переживаний мы до конца не сможем вот в каком отношении, что у каждого человека свой душевный мир. Вы знаете, есть известные всем изречения «так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». Многим, для многих страдания, которые переживают, является прямым следствием нарушения им, этим человеком. Вот тех естественных законов бытия, я их называю естественными законами бытия, то есть, божественных законов, и он получает возмездие сам себе. для многих испытаний, и скорби, и труды, является ничем иным, как средством, с помощью которого человек возводится на гораздо более высокую степень духовного совершенства. Серафим Саровский, может быть, кто читал из вас его жизнь, он обладал огромной физической силой, был с топором, когда на него напали мужики. Он положил топор и отдался им. Они его искалечили ужасно. Когда потом хотели этих мужиков судить, то он сказал, если это случится, я покину эти места. Для него, для него, для его уровня это был действительно подвиг, огромнейший подвиг, благодаря которому он вошёл на гораздо более высокую ступень по сравнению с тем, каким он был. Так же, как атлеты. Вы знаете слово аскетика? Что такое аскетика? Компьютер как переведёт аскетику? Спорт. А аскет – спортсмен. А аскет – значит, тренируясь, упражняясь. Так вот, оказывается, духовная жизнь – это есть упражнение. Упражнение, постепенно делающее человека всё более независимым от всех внешних этих условий бытия. И всё более уподобляющее его, этого человека, по его свойствам Богу. поэтому все вот эти испытания могут для него быть, Бог же видит в конечном счёте, и даёт возможность, посылает, так сказать, человеку для укрепления. Как опытный тренер даёт возможность там штангисту всё больше и больше даёт ему, допустим, гири или штанги и так далее. Ведь Бог не есть отвлечённый закон. Бог же не есть тот, который, знаете, где-то такое находится и не имеет никакого отношения к нам. Нет, Бог везде сущ, Он всегда рядом, Он всегда промышляет, то есть Его промысл о нас есть. И Он всегда сводится к чему? Исходит из любви и сводится к пользе в отношении, так сказать, жены и детей и так далее. Ведь этот случай, который описан в Библии, он просто показывает, он рассчитан на другую же сторону, он показывает на то, что подобного рода деяния, которые совершаются по воле Божией, по воле Божией, так, они в конечном счёте приносят человеку неизмеримо большее блага, чем даже те, которые он имел. И Христос действительно в Евангелии сказал, что все те, которые здесь, в этом даже мире, оставят, и Он говорит, то-то, то-то и то-то, получат уже здесь старицей, и в будущей жизни жизнь вечную. Вот какова ситуация здесь. Поэтому страдания Иова, они просто являются для нас своего рода некоторым примером того поразительного мужества и той удивительной веры, с которой человек принимает это. Помните, жена ему говорила, скажи слово и не будет тебе он нет. Нет. Правильно ли будет, что все доброе, когда я получаю, слава тебе, Господи! А когда у меня козявка завелась, ой, нет-нет, пошел ты вон, Господи! Ведь как часто у нас бывает, мы даже привыкли-то, как отвечать, как у вас дела? Слава Богу! Это что значит? Вы слыхали когда-нибудь, чтобы у человека сгорел дом? Вы спрашиваете, как у вас дела? Он сказал, слава Богу! Дом сгорел! Никогда не слышали! Даже мы, христиане, Иов показывает поразительный пример нам. Это да! Это мужество! Это вера! И показано, как действительно вознаграждается человек по истине сторицей, когда он остается верным этому основному вот принципу жизни. То есть, верен Богу, любви к Богу. Вот так. Можно понимать вот так. Можно было прийти к выводу, что Бог есть некая субстанция, которая выше нас, которая бесстрастна к нашим поступкам и в некоторой степени пассивна. И только мы с вами активность ставим себя в то или и в положении, когда мы бываем или наказуем и сами забыли, либо действуя в согласии с законом Божьим, получаем некоторое благо. это в частности по ответу по поводу мини и лоба, что пусть лоба, он да до дам спасибо. Спасибо. Хочу заметить, что одной из самых важных и сильных характеристик любви является активность. Это мы знаем. Я просто думал, что об этом, может быть, можно не говорить, но как только мы сказали любовь, это значит активность, активность, доходящая до жертвы, до отдания своей жизни, что, кстати, мы видим в Боговоплощении, кресте и смерти Христа самого. Это мы знаем прекрасно и из нашей жизни. Чем больше любви, тем больше этой активности, больше жертвы. Так что, конечно, и в данном случае нет, поскольку само творение Божие совершено по любви, по любви, то и все отношение Бога к человеку в любой момент существования человека, оно как раз оказывается в фоне, я бы сказал, и под действием Божественной любви. Но! Но! Это очень важное но! Бог не может при этом коснуться свободы человека. Это, знаете ли, вот как самая нежная любовь, возьмите, который хочет сделать благо, но ни в коем случае не проявляет никакого насилия над человеком. Говорит ему, вот полезно, вот хорошо, но ты выбирай человек сам. Бог не может коснуться нашей свободы. Вот в чем особенность действия Божия по отношению к человеку. Своей стороны делает все, что можно для спасения. но от человека зависит принять это или не принять. Бог все делает. Поэтому один вот, мне очень понравилось, как один очень опытный священник, он уже скончался сейчас, игумен Никон Воробьев, может быть, вы знаете его письма, может быть, слышали, издавались, замечательные его письма, он однажды в проповеди своей говорил и сказал, отныне, то есть, отныне он говорит с пришестием Христа, с пришестием Христа, наше спасение в наших руках. Бог сделал все, он открыт, он, как солнце, светит на всех нас. Откройте хоть немножечко свои шторочки, пропустите хоть немножко свет, насилие Бог предпринять не может. Вот мы же часто своей любовью можем, знаете как, задушить человека. Это же бывает, правда же? Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вот в чём отличие действия божественной любви от действия нашей всегда, знаете ли, несовершенной, иногда искаженной, иногда прямо порочной любви. А замечание ваше очень ценно и очень хорошо, что вы это сделали и вот это нужно было сказать. этим характеризуется божественная любовь. Никакого насилия, никакого давления. Это постоянный свет, излучаемый на всех. Только призыв один – откройся, человек, прими этот свет. Религия – это связь, соединяющая человека с Богом. Если ислам – это религия, если удеймзи – это религия, то с каким Богом эти религии связывают человека? я бы такой привел пример. Вот номер телефона, с которым я могу сейчас позвонить и связаться вот с этим человеком. Он мне говорит, нет, номер вот этот с этим человеком. Нет, вот этот номер. Я убежал, что именно этот. На самом-то деле только один правильный номер, остальные неверные. Остальные меня связывают не с тем человеком, кто мне нужен. Религии тем отличаются, прежде всего, чем отличаются? Пониманием Бога, учением о Боге, кто есть Бог, к кому я обращаюсь. Ведь я могу обращаться к Богу совершенно различно, очень различно. Я могу у Бога просить, Бога рассматривать, как даятеля земных благ. Земных благ. И могу обращаться к нему именно с этой целью, забыв о том, что я смертное существо, и что я вечное существо, а не это временное и земное. Поэтому представление о Боге в разных религиях различно и очень различно. А поскольку Бог и является той основной, я бы сказал, парадигмой для человека, тем идеалом, к которому и по образу которого я должен жить, то меняется и сам характер религии в том или другом случае. Бог-то один, но представления это о нём различны. Различны. И поэтому человек поступает в той или другой религии различным образом. Ну, приведу пример. Конфуцианцы, например, спи и никогда не отвязывай своего ножа до тех пор, пока ты не отомстишь оскорбителю твоего брата или кого-то родного человека и так далее. Например, месть. И не только там. Месть является одним из принципов, религиозных принципов. Вот. Как это можно? Как можно сопоставить это с христианским учением? Представляете, какое различие? Это очень сильное же различие. Где там принцип любви? Нет этого принципа любви. То есть, или он, этот принцип очень искажённый принимает формы. Или в Ветхом Завете мы читаем, если мертвичину сам не ешь, запрещается иудею, не ешь. Вот. Но лучше отдай лучше и наземцу, а лучше продай ему. Видите, как здорово! Ну, что это за принцип? То же самое. И этим наполнена же Библия. Так что, вы посмотрите, только как меняется представление человека о едином Боге. Отсюда и звонит человек не туда. Вот в чём дело. Молится, как мы говорим, не тому Богу. Что значит молиться? Он настраивает свою жизнь и себя по образу и подобию тому, какой он имеет представление о Боге. Это Бог мести, это Бог обмана, я следую, так? А это Бог любви. В соответствии с этим моя душа меняется. Понимаете? Моя душа-то устраивается или по образу истины, или по образу заблуждения. Спасение состоит в том, чтобы приобрести здравость, исцеление. Мы должны знать, каким мы должны быть, чтобы быть действительно человеком. То есть, получить то благо, о котором человек думает. Каким? Вот мы и обращаемся к тому или иному, как говорится, образу. Разные религии имеют разные представления о Боге. также можно другой привести пример. Как одну и ту же болезнь вам могут предварить различные рецепты лечения. И говорят, вот рецепт, вот так. Другой говорит, нет, вот так нужно лечить. Третий, вот так говорит. И мы же знаем, и мы же знаем, что происходит. Когда человек вдруг берёт совсем не то, когда ему прописывают совсем не то лекарство, что с человеком бывает? Последнее хуже первого. Говорят, лучше бы я и не лечился. Вот что происходит-то. Вот чем отличаются религии друг от друга. А Бог-то, конечно, один. А происходит вместо лечения ещё больше может произойти искажение, ещё больше углубление болезней, от которых человек будет страдать. Вообще, вот этот образ с медициной, он, по-моему, наиболее, так сказать, ну, что ли, хорошо и корректно указывает нам на то различие, которое существует между религиями. Как же тогда тот язычник, который направил Бога, апостол Петра? Ведь этот язычник у него не было тогда ещё представления правильного зоология и тем более правильного представления апостолиан. Он вообще как бы не знал Бога и не мог набрать правильный номер церкви. Как же тогда Бог не вмешивается в дела детей и не может насильно кому-то распредел я вам скажу, что основным правильным свойством человека является бескорыстное искание истины. Тот, кто бескорыстно ищет истины и святыни, тому действительно Бог помогает, потому что бескорыстие истинность души, в данном случае истинность его настроения, это является как раз вот тем, тем, я бы сказал, теми дверями, через которые Бог может действовать на человека и сказать ему, всё-таки направили этого сотника Корнили к кому? Позови Петра и он тебя наставит. Это свидетельство чего? Что действительно этот сотник был искренним человеком. Он искренне искал святыни и истины и таким образом Господь помог ему. Скажу вам, что не только тогда вы знаете, сколько было и до сих пор остаётся ещё людей, которые искренне ищут Бога и Бог просто буквально чудесным образом даёт им или ту или иную книгу, или того или иного человека, или те или иные обстоятельства. До сих пор это происходит. Со многими, причём это просто поразительно и происходит, я бы сказал, буквально чудеса. Итак, первое основное условие, при котором человеческая душа открывается Богу, это искреннее, бескорыстное искание истины. Тогда обязательно Бог пошлёт. А насколько это искание истинно или бескорыстно, и человек сам знает. Потому что мы часто ищем, знаете, чего? Любопытство. А как там? А что там? Узнать, что там за этим, так сказать, за облаками. очень часто это просто человек ищет не истины, а развлекается. Особенно много этих интеллектуальных развлечений в области философии, вы знаете, когда наука ради науки, знание ради знания, не ради искреннего искания смысла жизни, а искание ради знания. Ведь чем отличается, в конце концов, философия от религии? Философия знания ради знания ищет. То есть, узнать бы, как и что. Напротив, напротив, христианство говорит, человек должен искать не знание ради знания, а искать истины ради жизни. Ради жизни, чтобы жить по этой истине. Потому что истина – это не логическая формула, не результат наших умозаключений, а истина – то, что есть. И я хочу быть, Господи, таким, чтобы соответствовать тому, что есть. Я хочу соответствовать истине. Религия говорит об искании истины ради того, чтобы жить по истине. Вот ведь в чем дело. Недаром у одного из святых, Каллиста, Катафигиота, есть такие замечательные слова. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Как много людей непрерывно читают эту философскую литературу! Какие только проблемы там! И для чего? Вы спросите. Для жизни? Нет. Просто это очень интересно! Я это сам знаю! Это так интересно! Философская литература! Ну что? Просто не оторвёшься! И читаешь, и читаешь, всё новые идеи, идеи, идеи! Ты вдруг опомнишься! А я-то каким был, таким и остался! Что же тогда прок у меня от этого? Вот в чём тут разница! Поэтому этот сотник действительно был искренним человеком! Он искал истину, и Бог открыл ему! спасет! спасение, и соблазн, вы сказали, о разборе, может возникнуть великий соблазн через поколение спастись. То есть, человек может всю свою сознательную жизнь идти по другому, но в конце жизни также сознательно и искренне покаяться, и он спасёт. Я вам скажу такую вещь. Эта постоянная мысль звучит. Скажу вам так. В лукавую душу не войдёт премудрость и не будет обитать в теле порабощённом греху. Тот, кто, если сознательно грешит, надеясь, поживу, а потом покаюсь, не получает этой возможности и не сможет даже. Потому что само лукавство это, оказывается, является страшнейшей раной, которая закрывает человеку буквально двери покаяния. Вот в чём дело. Поэтому это не так просто, как кажется. Теоретически, да, я поживу, потом покаюсь. Это чистая теория. На самом деле ситуация совсем другая. И каждый человек, кто сознательно вот совершает грех, вот из нас, сейчас, вот здесь, я знаю, я совершаю грех, посмотрите, как потом трудно действительно покаяться. И покаяние состоит не в том, чтобы подойти и сказать, отец Кипрян, поисповедуйте меня, назвать грех. Покаяние – это не отчёт, а проделанное греха. Надо же понять. Это же не отчёт. Если бы это был отчёт, тогда, знаете что, все бесы бы ринулись бы отчитаться, с восторгом просто бы отчитались. И бедные батюшки наши не знали бы, что делать тогда от этих рожек и копытцек. Покаяние – это не отчёт, покаяние – это сокрушение сердца. Это, если хотите, отвержение того, что я сделал. Если хотите, буквально ненависть к тому злу, который я совершил. Вот что такое покаяние. Там, где нет отвержения этого зла, стыда, если хотите, за то, что я совершил, отталкивание от этого, там нет покаяния. Поэтому, если понимать покаяние в прямом, в истинном смысле, то это совсем вещь непростая. А если понимать покаяние как отчёт, пришёл батюшка, отчитался и пошёл дальше. А то сейчас ещё принято, знаете ли, писать. Вот такой вот талмуд напишет и батюшка говорит, почитайте, батюшка. А я пока на рынок схожу, да? Вот. Ну, конечно, о таком покаянии, такое покаяние не освобождает, конечно, человека. Ничего не даёт. И он сам погибает в своём лукавстве. А искреннее покаяние, я вам скажу, если действительно человек всю жизнь, разбойник всю жизнь грешил, нет сомнений в этом. Он, наконец, попался. Попался. И, видимо, преступления были такие, что оказался достойным распятия. Это страшная же казнь. Да. И когда он искренне покаялся, мы говорим, искренне покаялся, вот, то человек как прощаются грехи. А второй, помните, рвался с креста. Так и остался тем же самым, что покаяние – это великая сила. Но она только тогда действенна, когда действительно человек отвергает всю эту грязь, которая была на нём. Тогда он очищается. Тогда он становится доступным божественному действию, божественному действию, которое очищает, освящает и спасает человека. Вот так происходит это. Академия. 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 Академия.